Что интересное, шокирующее или просто забавное происходит сейчас в шоу-бизнесе, об этом сейчас поговорим на моем канале. Во-первых, Бузова опозорилась в Беларуси, так это многие окрестили издание, а вот аргументы и факты пишут, без показа трусов песня не зайдет, все из-за откровенного наряда певицы. Она не просто сверкнула своим исподним, она сверкала этим продолжительное время под взоры восхищенной публики и там были недовольны, потому что я сейчас зачитаю вам комментарии хейтеров, друзья. Обесценили звание, объясняем, как певицу Полину Гагарину сделали народной артисткой Башкирии. Вот местные журналисты сделали такой материал и, в общем, там тоже комментарии весьма нелестные в адрес Полины Гагариной, мол, как так, за что ее сделали народной артисткой Башкирии, ведь она для Башкирии. По мнению людей, ничего не сделала. Здесь сама процедура, да, вот описывается. И вообще, давайте поговорим об этой истории, ведь очень интересно, да, сейчас вдруг неожиданно, то один становится заслуженным артистом, то другой. Вот поговорим об этой ситуации. Режиссер Карен Шахназаров выступил против выделения миллионов из госбюджета на праздники. Да, и все это после ситуации с 16 миллионами, которые выделили певцу Шаман в Оренбурге. И вот кинорежиссер заявил свою позицию по этой теме. Тут важна не столько его позиция, да, сколько то, что вот поднялась вот эта тема на поверхность. Казалось бы, столько лет все молчали. Ну, то один зарабатывал там 5, 10, 20 миллионов за свои корпоративы. Мы помним, когда Алла Пугачева, вот по утверждениям СМИ, зарабатывал от 40 до 45 миллионов. Вот сейчас 16,5 миллионов анонсировали новый ценник Ирины Аллегровой. Вот тоже такая, ну, сумма просто, просто космическая, да, для нас с вами. За какие-то, я не знаю, там, 1 час, 1,5 часа выступления. Ну, и вот поднялась вдруг эта тема, хотя долгие годы людей абсолютно не интересовало. А сколько там зарабатывали? Ну, как, интересовало, но не было такого откровенного возмущения. В общем, об этих темах, друзья, сейчас давайте в деталях поговорим. Ну, и плюс ко всему, я же вас в свой телеграм-канал приглашаю, который совсем недавно запустил. В один клик под этим видео можете зайти, там я выставил интересные ролики. Например, как Григорий Лепс поверг в шок персонал кафе нежностями с юной пазией, как это назвали некоторые журналисты. Там вот он, в общем, милуется со своей молодухой. И надо видеть выражение лица барменши. Зайдите, посмотрите заодно, там, два любопытных видео. Я разместил Лепс, признаюсь в своей безграничной любви к бабкам. Он это аргументирует. Ну, а Любовь Юспинская говорит, что не нужны мне деньги, не нужны мне богатства. Оставьте мне, самое главное, друзей и музыку. Как думаете, лукавит? В общем, здесь Сафин, друзья, подпишитесь на мой YouTube, на мои два телеграм-канала. Они очень интересны, чтобы быть постоянно на связи со мной. И, кстати, я запускаю акцию на своем канале. Здесь может быть ваша реклама бесплатная. Это временная акция. Если вы занимаетесь каким-то мелким, средним бизнесом, и творческая эта деятельность, а я люблю творческих людей, пишите мне на почту, она вот там внизу, в описании под этим видео. Я прорекламирую вашу деятельность. Получите бесплатную рекламу. Ну, а сейчас давайте поговорим про трусы Ольги Бузовой. Да, здесь журналисты, во-первых, обратили на это внимание. Ну, а местные жители, судя по всему, в Беларуси возмутились тем, что она вот так сверкала своим исподним. А ведь все это произошло после, помните, вот этого серьезного скандала в Уфе, когда на день защиты детей Ольга Бузова в откровенном наряде, вот оцените, вышло в народ, и, в общем, потом общественность возмутилась, и там даже призвали впредь, вот когда приглашают в Уфу певцов, нужно проверять их репертуар, сценические костюмы. Ну, и вот смотрите, аргументы и факты пишут, что, ну, предыстория такая, Бузова выступила на дне города в Белорусской лиге, и вот она у себя написала, что пришли около 100 тысяч человек на ее концерт, для нее это рекорд. А вот что пишут люди после этого концерта, нам аргументы и факты прям вот выбрали подборку. Давайте я зачитаю. В 40 лет ума нет и не будет, бездарность вульгарная, обязательно перед ком трясти, без показа трусов песни не зайдет, такая дешевая, что даже неинтересно, бревной и то изящней, не знаю ни одной поклонницы Бузовой, хотя кто-то же на ее концерты ходит. Вот знаете, во всей этой ситуации, друзья, журналисты, вот, которые опубликовали этот материал, меня одно смущает, почему только хейт в адрес Бузовой. Я на своем канале стремлюсь к объективности, вы знаете, да, кто давно подписан, если есть мнение за, должно быть мнение против, но это и есть честные новости. Но если я не нашел здесь ничего в поддержку Бузовой, то сам я замолвлю о ней словечко, так будет справедливо. Как ни крути, все-таки Бузова добилась всего сама. Она не родилась, как некоторые, с ложкой золотой во рту. Помните, Ксения Собчак говорила о том, что я не родилась с золотой ложкой во рту. А кто тогда родился? Ольга Бузова, которая была никому нафиг неизвестна, из неизвестной семьи поднялась, пришла сама на телевидение. Помните, да, с чего началась ее карьера? С Дома 2, о которой я ни один выпуск не смотрел. Но прекрасно, как и все вы, знаю, что это такое. Ну и вот, эта девушка сделала действительно себя сама. Как уж сейчас развивается ее карьера, с чьей помощью, я не могу точно сказать, потому что не держу свечку. Но сейчас всем кто-то, да, помогает. Но, что касается ее откровенных нарядов, тут действительно, она берет не просто песнями, там в отсутствии или в присутствии голоса тоже можно сомневаться, либо быть убежденным. Но, как по мне, пение не ахти, но то, что она, как бизнесмен, человек, продающий себя, собственный бренд продвигающий, она, ну вот, на высоте. Это очевидно. Ну, а трусы, по всей видимости, дают ей возможность попадать в заголовки, мелькать таким образом все чаще у нас перед глазами и быть более узнаваемой. А любой пиар в шоу-бизнесе, это всегда, ну, хорошо. Даже черный пиар, что думаете по этому поводу? А вот теперь давайте поговорим про Полину Гагарину и вот эту тенденцию, когда начали что-то слишком часто, на мой взгляд, давать различные звания артистам. Вот в Уфа-1.ру вышел такой заголовок, это местные журналисты, то есть давайте из первых уз, что называется, послушаем, чего там пишут местные журналисты. Обесценили звание, вопросительный знак, объясняем, как певицу Полину Гагарину сделали народной артисткой башкирии. Да, с чего бы это вдруг, сделать ее народной артисткой башкирии, хотя она вроде как не там же родилась, не там живет. Что она сделала? Ну, в общем, пишут, на прошедшем дне города в Уфе выступила известная российская певица Полина Гагарина. Перед ее появлением на сцене глава башкирии своим указом присвоил ей звание народной артистки республики Башкортостан. Это вызвало массу вопросов среди жителей региона. Как человек, не связанный с республикой, получил такой подсчет? И вот на этот вопрос ответили в Минкульте Башкирии. Давайте послушаем. Я думаю, вам тоже будет интересно. Объясняя награждение, в Минкульте сослались на региональный закон о почетных званиях. Согласно ему, орган местного самоуправления может ходатайствовать о присвоении данного звания. Такое же право есть у организации или коллектива, где работает награждаемый. Ну и дальше нам, друзья, выкатили подробные юридические обоснования. В общем, Минкульт что сделал? Просто вот нормы закона привел журналистам. Вот и все. И тут вопрос действительно о том, что у нас сделать такого для Башкатарстана остается открытым. Ну и самое главное, ради чего вы тут притихли, слушаете дальше. Комментарии, комментарии, обещанные вот людей. Что вот они пишут? За что ей такое звание? Совсем крыша поехала. За один день выступления в Уфе звание народной полный бред. Приводят вот такую выдержку журналисты, местные журналисты из Уфы. Нужно ей это звание, как телеги «Пятое колесо», пишет другой недовольный комментатор. По мнению некоторых, звание народного артиста теперь потеряло свою ценность. И за что ей такая награда? Праздник испортили, считает другой комментатор. Совсем обесценили звание. Вот очередной выкидон. Жаль, Бузова не приехала, могла бы тоже народной артисткой стать, добавляет еще один комментатор. Комментарии открыты. Что думаете по этому поводу? Пишите, очень интересно будет обсудить это с вами. Ну а сейчас, друзья, давайте поговорим о животрепещущей для многих темы. Как я вижу, вот она стала. До этого Сергей Соседов говорил, что на государственном уровне нужно запретить такие многомиллионные гонорары артистам. Это произошло после того, как вот поднялась шумиха в СМИ, что шаману за концерт в Оренбурге заплатят, но и после выяснилось, заплатили все-таки 16 миллионов рублей. И вот режиссер Карен Шахназаров выступил против выделения миллионов из госбюджета на праздники. Национальная служба новостей об этом пишет. И вот он об этом, оказывается, журналисты отслеживают эфир телеканала Россия 1. Он там об этом заявил. Ну а куда кинорежиссер предлагает потратить деньги? Вот пишут, средства, выделяемые на городские праздники, из государственного бюджета необходимо переводить на нужды специальной военной операции или беженцев из новых регионов. И вот тут прямая речь. Я действительно получаю массу писем. Ну и люди там пишут, можете этим помочь, можете тем помочь. Вот что думаете, друзья, по поводу вот этой ситуации, когда из государственного бюджета многомиллионные гонорары выплачиваются артистам, когда кто-то сидит без компенсации за последствия паводков, кому-то деньги нужны, ну потому что он беженец, кому-то еще деньги нужны. Вот тут люди писали, вот пока свяжу предание во время вот этого последнего концерта Шамана, что давайте потратим деньги на молочную кухню, нужно отремонтировать дорогу. В общем, друзья, давайте все это обсудим в комментариях. Здесь Сафин, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Спасибо.